всем привет с вами канал артмания и сегодня я вам расскажу как я научилась готовить это я думаю наверное больная тема всех девушек потому что я знаю что многие девушки даже не умеют как бы изначально не умели готовить и научиться очень сложно готовить изначально меня мама научила только переворачивать блинчик жарить яичницу и варить пельмени которые я кстати очень любила недоваренные сырые пельмени я очень ну-ка такие немножечко подваренные чтобы они не холодные были такие тепленькие мне очень детстве очень нравилось вот и пока не было мамы дома я такие себе готовила потом вам скажу что нельзя окажется там чего-то там как-то почему-то там может быть вот изначально у меня были только вот такие вот знания и все и также отдыхала допустим у бабули с дедули я помню как дедуль готовил борщ я помню ребенком прибегая на кухню ой дедуль а что ты тут делаешь дедуле ну вот я борщ готовлю вот я сейчас это чищу чищу там и буду резать морковку там свеклу а понятно ну ладно мне лет 7 наверно был я помню 7 8 надет так и убегаешь опять играешь 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 что-то там дедуле готовит надо посмотреть сходить опять прибегаешь дедуля что делаешь ну вот я их жарю на сковородке вот их сейчас пережариваю понятно опять убегаешь играешь 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 прибегаешь обратно смотришь на сковородку пусто дедуль а где они съел что ли уже больше вроде готовят странно вот а я их кастрюлю положил год они варятся теперь города и то что было в кастрюле мясо варилось понятно а потом что будет ну сейчас я их сварю и там уже будет готово там картошечку заброшу это это говорю понятно вот у меня вот это вот с памяти осталось там 78 лет мне было как вот я смотрела зрительно вот это вот видел мне в память у тут осталось все как готовится больше ну так же там были другие супы этот салат короче салат из свеклы как он забыл как он называется ну всякие короче там такие вот салаты не помню вспомню сейчас уже как он называется свекла горошек капуста по моему маслицем все это недавно его еще кстати ела по моему не под шубой нет точно не помню короче напишите комментариях вспомнить кто вспомнит обязательно вспомнить наверняка вот такие всякие салаты и у меня все это в памяти осталось то что там сначала заварится суп сначала там закипает вода например кладется мясо это мясо там кипит 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 и потом все остальное как бы и все вот это я только знала и видела там как бабуль допустим из теста лепит там какие-нибудь пирожки там она очень очень редко это делала там делал почти когда я была маленькой там тоже лет 7 наверное мне было 8 то есть потом она больше уже не делал не готовила их но она покупала тесто вот это я видела и как мама там один раз тоже что-то лепила я тоже видела и все и в какой-то момент уже я была взрослая там лет около 17 наверное мне было мама уехала на дачу на три дня обычно на два дня то есть субботу утром уезжает воскресенье приезжает а тут она почему-то с пятницы поехала не знаю почему а я отказался насколько можно я постоянно езжу езжу на эту дачу у меня уже надоело там ребенок тем более неинтересно хочется там как-то дома побыть там почитать там порисовать вот а на даче это как-то почему-то скучно мне было молодым всегда так скучно наверное вот и все мама такая ну ладно хорошо будет останешься дома ну давай тогда тебе продукты купим чтобы ты могла что-то себе приготовить вроде пойдем магазин что тебе купим что ты будешь готовить это каааа блин думаю мне же надо действительно чем-то питаться я же не воздухом буду питаться мама давай купи мне куриную ножку большую я люблю от не просто вот там вот голень да а еще вот где вот так вот вот прям вот с ляшечкой горы куриную ножку меня купим и говорю давай это слоеное тесто такая ну ладно это ты сможешь что-то приготовить ты же готовить не умеешь и груда не умею но я что-нибудь придумаю наверное руках нибудь там чего нибудь сделаю из этой ножки за сделала суп положено там положила там зала водой на не помню как я там готовила картошка вермишель прям вкусно такой суп получился эту ножку с удовольствием съела из дрожжевого теста если пить и вообще не умела то что его раскатывают может быть я чего-то там помнила наверное то есть как делаются слойки вообще ноль я вообще не знал как это делается я помню взяла этот пласт положил а еще персики мы купили до персики эти в консервной банке положил эти персики сверху их прикрыла защипала а еще сахар туда положил слойки были обалденные вообще просто обалденные вкусные нежные такие там духовке их запекла прямо обалденные и потом потом конечно больше не готовила живя с родителями вообще не готовила то есть у нас с родителем было так то есть они готовят я мою посуду либо наоборот я готовлю они моют посуду ну готовить как бы очень много на семью это сложновато лучше я помою посуду вечером постою ну и как бы никто особо не будет есть там мою еду тем более то что я не умею готовить вот и потом мы с мужем с вами познакомились я к нему переехала жизнь сначала мы долгое время покупали еду быстрого питания то есть которую нужно разогреть либо пожарить вот что то такое вот и потом мы поняли что очень-очень много денег на это уходит что нужно готовить самой мне вот а поскольку готовить не умею то есть не знаю как там толком как бы это было сложновато я подумала ну ладно готовить надо думата муж скажет ну чуть такое там ты готовить совсем не умеешь ну ладно пошла приготовила суп потом думаю надо приготовить блинчики как и готовить посмотрела зашла в интернет причем я кстати есть такая особенность я захожу то есть смотрю рецепт я смотрю только ингредиенты а дальше описание как это готовить я никогда не читаю я уже это сама как-то у меня додумывается то есть и все я уже знаю что зачем кидается там что дальше делается как бы ну и так понятно ингредиенты есть название есть то есть ну как бы все понятно ну там конечно бывают какие-то там торты сначала нужно желтки сбить да там отдельно белки потом соединить потом там отправить туда потом сюда тому есть сложность сложные да тогда там да надо почитать а здесь принципе я это переписал все эти ингредиенты пошла положила все это в чашку все это перемешала миксером вот взяла сковородку маслица налила налила это как бы тесто блинное тесто перевернул то есть вообще мне было все шикарно все супер с блинами мне не было вообще проблем вот потом я решил почитать комментарии а как получается у других начала читать оказывается у девчонок не получается блины жарить никто блин пригорает он там не отлипается пригорел то там еще что ты они эту смесь блинами выливают начинают делать все заново я думаю блин нифига себе то они там его переворачивать куда-то вылетает вот я думаю да как же так можно перевернуть блин что у тебя там улетит куда-то вот блин странно так ну реально да да действительно жизни все бывает поэтому я думаю что такое бывает вот у меня не было с этим проблем и потом я уже началась готовить все там все что только возможно то есть у меня уже проблем с этим не было это ну и понимаешь то что уже надо кормить то есть он ел на завтрак на обед на ужин и понеслось там первое второе там сладости там какие-то есть и начинаешь что-то уже сама там придумывать свою книжечку там куда-то записывать все это вот потом ингредиенты там где-то берешь что хочешь приготовить что-то там нашла и у меня там я уже потом завела книжку кулинарную начала туда все записывать она стала так пополняться 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 что-то там свое я помню суп луковый какой-то готовил у меня муж лук прям просто обожает в любом виде и я помню суп значит а сверху вот эти вот плавают кольца лука и прям вообще такой суп был обалденный вот так нравился он и мне тоже нравился и ну вот наливаешь и вот эти вот колечки лука там плавают и такие вообще классные вот а потом тесто начала делать сейчас вот проще у меня хлебопечка то есть она перемешала и все а раньше я помню в ночь делала тесто потом у меня всю ночь настаивалась утра рано я просыпалась и пекла пирог какой-нибудь то есть вручную там сначала миксер перемал потом я вручную потом мне муж приходил помогал его там перемесить это тесто там с трудом с таким я помню такая злая всегда было когда-то тесто делала уже надоедала уже просто устаешь потом сделаешь этот пирог там духовку его все и потом на следующий день но там когда сделаешь начинаешь уже есть пирог то есть вот так вот было так и сам тут есть сама училась готовить меня уже никто не учил особо вот как бы уже умеешь готовить все конечно это может быть не смогу приготовить там какой-то тортом красивым как он готовит там на канале смотришь там кого-нибудь торт кстати да стартом меня другая особенность пока я готовлю торт то есть приготовишь торт там как бы коржики там все такое делаешь крем делаешь сделаешь крем думаешь ну все сейчас я нам надо попробовать думаю крем прежде чем намазать и начинаю его пробовать и в итоге у меня получается так то что крема не хватает на торт то есть у меня вот каждый раз каждый раз вот так я чуть-чуть вкусно да еще надо еще надо все большую ложку сейчас вот возьму все больше не буду брать плену таковку мы план тут его еще много сейчас я еще возьму опять большую ложку вот и все и смотришь это вообще чуть-чуть осталось ну же блин опять его съела сгущенки больше нет у меня больше масла нету как я буду звонить мужу и там это по дороге купи там это торт собралась тут делать купить то-то то-то у тебя же было грео съела как так вот так мне каждый раз такая особенность поэтому я почти торты кстати очень редко пеку потому что я знаю что я крем этот просто съем не могу я остановиться и как это очень вкусно так и принципе училась готовить то есть у меня не было такого что я пошла допустим где-то кто-то меня учил готовить там вот такого мне не было я никогда никто не ничему не учил особо я всегда всему училась сама если мне там что-то надо я начинаю сама учиться вот так вот знаю также сходила какое-то время в небольшой такой женский кружок об этом мне кажется другую историю уже делать вот если кому-то интересно пишите женский кружок я пойму тогда расскажу вам следующую историю это была одна девушка она сказала что он не умеет готовить она такая очень красивая была у меня знаете такая внешность как мусульманки какой-то что она такая у нее прическа была очень красивая такая всегда прическа какие-то там в прическе у нее какие-то там бусинки такие были она всегда такая накрашенная всегда одетая красивая такая прям стройная такая всю она сошла познакомилась с парнем как бы его родители очень хорошо готовят вот как бы он ей об этом говорил и то ли эти родители должны были к ней в гости прийти то ли она ну короче она должна была что-то приготовить или она к ней в В гости шла, должна была что-то принести. Говорит, а я сколько, говорит, не пыталась учиться готовить, говорит, у меня не получается ничего. Постоянно приходится выбрасывать вроде. Ей нужно было учиться срочно что-то приготовить. Что-то такое вот необычное и сложненькое. И вот я иногда вспоминаю ее и думаю, ну как так не получается готовить? Если там, допустим, блины готовишь, они пригорают, да? Если они пригорают, значит, муки не хватает. Я помню, если у меня там что-нибудь пригорал, муку я добавляла, и все хорошо было. Либо масло может быть мало, может сковородка недостаточно нагретая, там не знаю, ну что-то такое. Но я никогда, допустим, сколько вот я училась готовить, вернее не училась, а уже готовила, вот, я никогда не выбрасывала еду. У меня всегда все получалось. Если, допустим, запеканка осталась сырая, допустим, мы ее посмотрели, она сырая, я отправляла обратно в духовку. У нас до этого была духовка газовая, и я не могла к ней приноровиться много лет. Я так и не смогла к ней приноровиться, и постоянно запеканки были сырые. Час проходит, а она сырая. В итоге у нас запеканки в ней делались два с половиной часа. Я помню, муж ходит около этой духовки, ну когда же она приготовит? Ну сколько можно ждать уже? Я есть хочу! Я помню, ну блин, говорю, ну такая духовка. В итоге мы купили электрическую духовку, такую как микроволновку, ну такая же маленькая, как микроволновка, только электрическая. Кушала она, конечно, очень хорошо, прям очень хорошо кушала, но зато проблем было меньше. Полчаса и запеканка готова. Там час и курица готова. И все, хлеб пекала в ней потом уже позже, когда хлебопечка появилась. То есть вот так вот. Не было такого, чтобы у меня что-то не получилось. Всегда получалось. Подольше времени там надо было. Я все время думала, как же у нее это не получается? Что же у нее там получается-то тогда? Как бы странно. Пишите, кстати, свои истории, как вы учились готовить. Получалось у вас конкретно, может быть, напишите, какие блюда у вас не получалось. И если они не получались, то что с ними там такого было? Почему вы поняли, что она не получилась сырой? С ним нельзя было ничего сделать? Или что там было такое? Напишите, мне будет интересно. Потому что, честно, мне это непонятно. Видимо, у меня, наверное, в роду заложено, что я буду хорошо уметь готовить. У меня бабуля по папиной линии всегда готовила. Всегда очень хорошо. Всегда очень вкусно. То есть, как бы все готовили у меня. Поэтому не особо я не училась. Я просто, как мы с мужем начали жить, и я просто начала готовить. Просто надо было начать, и я просто взяла и начала. И все. Как бы проблем не было у меня с этим. Вот. Сегодня это все. О том, затянется сейчас и моя болтовня. На час может затянуться. Вы меня знаете. Я могу. Ух, как. Если не останавливать меня. Вот. Всем спасибо за просмотр. Я жду ваших комментариев, ваших историй. Жду обязательно. Также, кто хочет следующую историю, это у нас про кружок. История про кружок. Кто ее хочет, пишите. Хочу историю про кружок. Также истории свои. Какие-то комментарии оставляйте мне. Типа там, какая ты умничка. Но училась сама готовить, без всяких кружков там каких-то, которые вот ходят. Ну, тот, который вот кружок, это женский клуб был. Можно написать просто женский клуб. Как бы там и кружок, ну, там другой немножечко было. Ну, там тоже, кстати, очень интересная история, куда я там попала. И чувствую, я там не нацепила на свое одно место там тоже интересных историй. Вот. Но оттуда я вовремя тоже ушла. Поэтому все хорошо. Вот. Обязательно пишите, ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно подписывайтесь. Если вы новые и до сих пор не подписаны, прокрутите вниз, увидите, если красненькая у вас, значит, вы не подписаны. Обязательно туда нажмите, мне будет очень-очень приятно. И ставьте лайки. У меня лайки тоже будут очень приятны. Вас ждут еще очень-очень много интересных историй. Вот. Подписывайтесь. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова